Добрых денёчков и вечерочков, дорогие друзья! Давно не виделись? Соскочились по мне? Давно не снимали мы ролики. И вот решили снять очередной рецепт вкусняшки. Это будет лазанья. Оставайтесь с нами до конца, и я покажу вам детальный рецепт. Хотела сказать эксперимент. Эксперимент. Эксперименты! Весь детальный список ингредиентов я оставлю под видео. Весь детальный список... Бали! Давно не снимались? Да, я уже застеснялась. Миша, все переписываем. У тебя скучное лицо. Тебе никто денег не даст. Весь детальный список ингредиентов я оставлю под видео в описании. Поэтому переходите и смотрите. Мы сейчас будем обжаривать фарш. Он должен быть свиноговяжий. Но если вы не любите, возьмите куриный. Но он будет уже менее пресный. Давайте обжаривать. Сковородку я взяла антипригарную. Я сюда масла добавлять не буду, потому что фарш, я и так считаю, что он более-менее жирноватый. Поэтому если у вас не такая сковородка, добавьте обязательно маслечко. И обжаривайте фарш. Ну, до готовности. Я думаю, что вы поймете сами, когда он будет готов. Отправляем фарш на обжарку. Пускай у меня шумит вытяжка, зато не будет вонять дома. В принципе, логично. Вообще лазанья на самом деле это одно из любимых блюд итальянцев. Мы итальянцы. Поэтому и наши тоже. Лазанья очень вкусная. Пишите в комментариях, кто готовит лазанью. Свои рецепты лазанья обязательно тоже пишите в комментариях. Возможно, они у вас какие-то со своей изюминкой. Я думаю, что это тоже будет очень вкусно. Вообще, да, это очень жирненько. Потому что это идет с соусом бешамель и соусом болонеза. Поэтому, как бы, ну, не диетическое и не пепое блюдо. Особенно в пятничку вечером, да, под любимое денишко. Люблю я пальцами тыкать. Ну, я понял. Пока обжаривается фарш у нас на сковородке, мы приступаем к нарезке наших овощей. В моем случае я возьму две небольшие луковицы, сельдерей и морковку. Если вы, ну, как бы, не особо любите там морковку, добавляйте половинку. Я возьму целую. Я все это дело приветствую и люблю. Нарезаем. Морковоньку нарезаем. Можете нарезать морковку квадратиками. Можете потереть на терке. Берем наш стручок сельдерея и также нарезаем на квадратики. Овощи, которые мы нарезали, можно пожарить в отдельной сковородке. Ну, я вообще предпочитаю все сразу. Как бы я отправлю это все в фарш сразу тушиться. Жарим буквально 5-7 минут, потом добавляем томатную пасту и оставляем тушиться минут на 40. Я люблю вот ножкой вот так вот, ать. Как мило. Ну, конечно же, в наш. Стойте, зеленый секунд в бокал. Понял, а куда это вы? В запой. Хотите со мной? Нет, спасибо, никогда там не был. Жиря, прекрасное место. Ну, конечно же, в наш фарш мы добавляем любимые специи. Ну, то есть, 100% это соль, перец. Специи уже по вкусу вы сами добавляете, может быть, сушеную петрушку, ватрушку. Ну, я имею в виду, что добавляете специи вы по вкусу. Томаты, либо томатную пасту добавляем в наш фарш. Все пропорции я оставлю под видео в описании, поэтому я тут ничего не проговариваю. Пока у меня готовится мой соус. Не понял. Соус баланьеза уже подходит к логическому завершению, уже на самом деле практически он готов. Я сделаю соус бешамель. Мы берем масло, 100 грамм, и растапливаем его на огне. Ну, а тут, а тут какая красота, смотрите. Моя красота. Пока у меня там масличко топится, я быстро натру мускатный орех, совсем немного до вкуса. Он придает пикантный вкус, поэтому обязательно добавляйте его. Ну, и лучше всего, конечно, это сам орешек, а не специя. Ну, если у кого нет, то и возьмите специи, ничего страшного, я думаю, не будет. Я думаю, вот такого количества будет достаточно. Все, это откладываем в сторонку. Масло. Раскопилось практически. Да, я добавляю 100 грамм муки. Короче, я добавляю 5 столовых ложек сюда. Это, по-моему, 100 грамм. Сюда же мы добавляем литр молока, холодного, ледяного. Просто добавляем сюда литр молока. Так, вот смотрите, пока все это быстро загустевает, мы должны все быстро перемешивать. Добавляем сюда орех наш мускатный. И черный перец. Я тебя чувствую, я ты, мадам. Которая, как ее зовут? Юлия Началова или как ее? А, Юлия Высоцкая. Она все так быстро делает. О, а все, он уже загустевает. Мы быстро все это перемешиваем. Наконец-то все соусы наши готовы. Берем класты лазаньи. Сначала я смажу противень соусом башамель. Так, где от меня тряпочка? Тряпочка. Тряпочка. Я буду ложкой сейчас смазывать. Вот так вот. И выкладываем наши лазаннички. Идеально, смотрите. Просто под противень. О, три штучки. Далее, что мы делаем? Мы выкладываем нашу баланьезу. Я сыр забыла натереть! Кукушка. Конечно же, я забыла натереть сыр. Поэтому я возьму терку и натру. Быстренько сыр пармезан. Быстренько, быстренько на мелкой терке. Так, выкладываем соус баланьеза. Не сильно толстый слой мы распределяем, ну, в средний, в средний. Следом мы прокладываем слой сыра и баланьеза, чтобы пропитались наши листы. Потому что они сухие, и они должны пропитаться этим соусом. Поверьте мне, это будет невероятно вкусно. Следом опять баланье... Ой, это лазанья. Ну и все, в общем-то, слоями. На недельку до второго я уеду в Комарова. Само всегда на бескучине. Смайл фейс. Дорогие друзья, смотрите, в конце мы добавляем прям капельку сыра, чтобы это все дело не пригорело. Вот, прям у меня чуть-чуть осталось. И уже остатки баланьеза мы все это заливаем и отправляем в духовку на 40 минут. Ну вот, дорогие друзья, наша лазанья уже приготовилась. Будем ее дегустировать. Ммм, очень вкусно и нежно. Пресно! Прелестно! Сама лазанья пропиталась. И очень сильно выражен вкус вот этого бешамеля. Поэтому, дорогие друзья, готовьте обязательно это блюдо чудесное. Оно очень сильно подходит для ужина и для каких-нибудь посиделовок. Посиделок с друзьями. Посиделовок. С вами была Анастасия. Вы были на нашем канале Еда Вам. Обязательно переходите на наши предыдущие ролики. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я вам желаю хороших выходных, доебудничной недели. И всем пока-пока! Все. Ура! Мы это сняли. Сколько? Три часа времени? Ну, естественно. Субтитры сделал DimaTorzok